К ситуации на востоке Украины. На этой неделе боевики обстреливали прифронтовые города и села по всей линии разграничения на Донбассе. Разрушения просто поражают. Есть раненые среди мирных жителей. Сегодня под прицелом террористов была Марьинка. Там двое раненых. Молодая девушка и старик. В самых горячих точках на востоке побывал наш военный корреспондент Руслан Смещук. Ребенок, он 4 года в подвале не был. Нормально это? Жизнь в подвале под беспрерывные звуки взрывов и выстрелов. На этой неделе боевики накрывали огнем мирные кварталы. Авдеевка. Здесь снаряды били прямо по улицам. Люди прятались кто где мог. Но трое жителей все же получили осколочное ранение. Отсюда до линии фронта всего 15 километров. Совсем рядом Волноваха. Тут снаряды взрывались возле детского летнего лагеря. Единственного на весь район. Люди, конечно, тут такие, кто-то, он ни где не служил, перепугались. Начали прятаться. Ну, в общем, потом утром уже начали смотреть здание. Попадание было всего в нескольких сотнях метров. В двух корпусах вылетели стекла. К счастью, в тот момент в лагере не было детей. Но нет гарантии, что детский центр не накроют огнем, когда в него заедут дети. Под угрозой срыва процесса оздоровления сезона 2017 года. А мы планировали оздоровить порядка 440 детей. Десятки тысяч украинских детей в прифронтовой зоне живут под постоянной угрозой обстрелов. Пятилетний Кирилл с матерью Татьяной бежали из Донецка сюда, в село под Волноваху. Но война так просто не отпускает. Периодически Кирюшу будят среди ночи и ведут в подвал. Начали гупать. Мне было страшно. Пошли уже в подвал. Потом притихло. Пошли домой. Потом другой был обстрел. Позавчера. Начало стрелять вот так вот. Ну, вот так вот. Много вот так вот. Бах, бах. Сначала свист, потом был взрыв такой большой. Мы с детьми сидим в подвале. В подвале сидим. С Донецка выехали дети сюда, вот беженцы наши выехали. Прячемся здесь. Но здесь же тоже не спрячемся. По злою иронии этот обстрел произошел накануне Дня защиты детей. Тогда в Мариуполе находился премьер. Пообещал, у ребят будет летний отдых. Мы запережно. В рамках области можно принять решение и привезти детей. Но то, что мы имеем сегодня 50-100 обстрелов в день, это абсолютно свидетельство того, что Российская Федерация для себя выбрала абсолютно зрозуменную тактику. До этого времени, 15-16 год, батальоны стояли здесь. Никаких обстрелов, ничего не было. А сейчас буквально каждую неделю регулярно. Раз-два в неделю получается обстрел. Мирное население, они не выбирают и стреляют, и все сваливают только на дно. Ну, там, что это только не украинцы стреляют. Здесь все говорят, что стреляют украинцы сами по себе. Но я не верю в этом, что будут тут рядом дети, рядом сами военные стоят и стреляют. Фразу «украинцы сами же по себе и стреляют» еще можно услышать от жителей прифронтовых поселков. Но говорят об этом все реже. Люди, живущие третий год под постоянными обстрелами, уже неплохо разбираются, кто откуда стрелял. Слышу, лежат, летят грады к нам. Я упала на землю, меня пролетело два раза. По четыре раза, пух-пух-пух. Начало взрываться. Я потом прибежала дорогу и техникум. А потом скажут, что это стреляла Украина. Это руб за сто. У нас же здесь зомбированы все. Это рассказ об обстреле Красногоровки. Город до сих пор оправляется после мощнейшего за все время войны налета. Огромные воронки по всему городу. Разбитая больница, школа, пятиэтажка. Десятки домов без окон. И шуршало над городом. Такое вот, как вот самолеты реактивные пролетают. Вот такая вот фигня. И вот оно шуршит, потом бах и взрыв. И где-то между взрывами, ну, минута. Что примечательно, шрапнели практически нет. Зато остались фрагменты реактивных двигателей. Военные склоняются к мысли, что это могли быть полукустарные ракеты, как в Сирии, где к двигателю Града или даже Урагана крепили самодельную боевую часть. Бьет очень неточно, но с исключительной силой. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности недели. Телеканал Интер.